У нас продолжается работа в селе Сергеевка. Мы делаем здесь такую зону по приготовлению пищи. Это местный кафешка или ресторанчик или барчик, наверное, как проще сказать. Бар называется Амнезия, то есть ты пришел, отключился, отдохнул. И вот смотрите, он на бетономешалке, сам хозяин этого бара работает и нам помогает. Вот так видите, барин, хозяин, директор и он работает. Это великолепно, когда вот такая у нас помощь идет и нам хорошо, и хозяину хорошо. То есть, ну, короче, мы как бы в одном болоте, как говорится, обултыхаемся и от этого только все выиграют. Вот смотрите, я вам показываю каркас, вот у нас печечка, вот на этой печке я должен сегодня сварить, будем говорить, крышу. Я приехал специально доварить крышу на вот эту печку. И заодно я хочу показать, что происходит. Вот видите, показываю вот так подвязка сетки, смотрите, кто говорит, мастер-классы, секреты не рассказываю. Вот смотрите, это провода идут, там в трубе будет прожектор. А это уже намазали слоем, смотрите, я стучу, и марка 500, там все схватилось, тонкий слой, и уже труба держит форму. Вот так есть такие яхты, которые делают с железобетона и не плавают. Правда, не понимаю как, но я видел, ну, где даже есть фильм, как яхта железобетона, я ее снимал. У нас там, ну, на Днепрессе. А это вот Толик, смотрите, вот он работает, вот он мастер-класс. Вот как он трубу делает? Вот так он трубу делает, и посмотрите, здесь уникальная будет сейчас штукатурка, в конце, чуть-чуть позже будет. Вы увидите, как он трубу сделает начисто. А это он подкидывает. Ну, камеры туда не залезешь, но я сейчас попрошу, вот видите, он стал кидать специально, чтобы вы видели. Вот он кидает, а потом мастер-ком разгладит и кинет шубку сюда, и вы увидите офигенную декоративную штукатурку. То есть, как просто ее сделать без ничего. Вот видите, вот помазана, вот арматурка, она должна быть в растворе. Ну, здесь нагрузок нету, представляете, сколько арматуры. То есть, она, ну, реально крепкая эта труба. И вот видите, какой большой дымоход. Ну, я специально, специально делал такой большой дымоход, чтобы камин был большой, красивый. И вот Толик, ну, свидатель, раствор ждет. И, то есть, вот я показываю, как провода, говорю, провода надо прикрепить не там, там плохо провода, а прикрепить их сбоку, чтобы не было температуры. Он говорит, вот как бетон выдержит? Да элементарно он выдержит. И даже вот эти провода не погорят. Потому что, ну, здесь максимум температура 60-70-80 градусов. А провода там 150, наверное, 200 градусов. Какая там у них там температура плавления. Ну, я не буду говорить, точно не скажу. Ну, суть в том, что у провода тоже есть температура плавления. Но вот эти провода будут находиться в трубе, и они не сгорят. Но они будут здесь замурованы, вот здесь из края. А потом я понял, что мы ее с улицы заведем. То есть, вот я им подсказываю, как сделать вот эти провода. А потом понял, что их надо просто с улицы завести. Ну, вот видите, вот так делается дымоход. Вот, смотрите, вот этот уже печечку я вам часто показываю. Вот пришел, это Рома, он директор этого бара, можно сказать, хозяин. И вот он помогает сам следить, чтобы работа шла. И он сам и кушать готовит. То есть, он на все руки мастер. И увлекается многими видами. И еще и спортсмен к тому же. То есть, ну, вот так нам повезло с этим хозяином. И поэтому мы с удовольствием работаем. Я с удовольствием туда еду. Потому что я сразу слышу энергетику. Как что идет. Ну, и они рады нашим, ну, что мы, ну, карантин. И получилось, что мы остались в Одно-Украине. И у нас есть шанс сделать эту работу. И вот, видите, Толик, опять я специально хочу вам показать побольше, как он закидывает трубу. Ну, сейчас Таня за час ее просто замахает. И вот эта труба за час будет готова. Ну, я так образно говорю. Ну, хоть два часа. Я хочу вам показать, вот, именно, как он эту трубу делает. Присмотритесь внимательно. Видите, вот он ее смотрит, чтобы грязь мне не летела. А я ему говорю, ну, хотел кистью замазать. Я говорю, надо мастерком ее выгладить. И потом кистью так быстрее будет. Ну, вот, а потихонечку, видите, сдается работа. Вот, видите, я ему мастерок даю, чтобы он показал. Ага, мастерок не тот. Типа сейчас я дам ему, просто рукой, видите, как он ее мажет. И под руку. То есть, ну, каждый мастерок уже к нему привыкаешь. Вот это, честно, заглазит. А когда он гладит, он соединяет слоя. И немножечко вибрирует и уплотняет. Поэтому я ему дал мастерок, говорю, кисточкой плохо. Потому что он рыхлый будет. Надо все-таки его вот так размазать. Ну, немножко неряшливо мажет. Ну, молодой, горячий. Может, было более мягко. Ну, результат будет один и тот же. Он сделает красиво. Ну, темперамент это очень важно. То есть, с нами движут гормоны. У кого какой темперамент, и от этого идет так работа. Вот. То ли, в принципе, и спокойный, но молодой и горячий. Вот, видите, он так вымазывает, на стульчике стоит. Домоход большой. Ну, вот это я немножко прервался. Опять показываю. А, видите, смотрите, я уже свалил крышу. Теперь я показываю, пока я уже оделся, домой еду. Я снимаю свою работу. А посмотрите, какая у него пружина. Это искорозгаситель. Смотрите, как я красиво сказал. Это техно будет. Вот такая вот печка. Она будет с манометрами со всеми. Потом сеточкой натянут. И я, может, сегодня-завтра поеду, ну, засниму продолжение работы. Потому что уже один день они без меня поработали. Я думаю, много работы за ним. Посмотрите, какая крыша. Вот эту крышу сварил блогер. Ну, конечно, Толик мне помогал. И мы вдвоем ее сварили. Он варил, а я гнул. Вот я приехал, на час, за два часа или там за три мы выварили крышу. Теперь обтянем сеточкой. А внутри, в этой крыше, они стекловатой заложат, чтобы печка держала температуру. Вот видите, в эти дырки, не знаю, не думаю, запихать стекловатой. Вот той, или как она называется, правильно там. А это вот уже, смотрите, видите, уже крышу осталось закидать. И уже вот эти столы. Ну, пониз, они быстро замажут. Это день-два и потом чистовую погоню. Вот у нас котик ходит нам, помогает. И вот я смотрю, сейчас вы увидите очень интересную. Толик уже сам снял, что он там делал. Вы увидите, как он внутри делает чистовую декоративную штукатурку. Это просто шикарнейшая штукатурка. Она легко делается, держится. И очень красивая. Нереально красивая. Вот посмотрите. Вот он берет, сейчас вам показывает, мастер, посмотрите. Он берет четочку, замазал кисточкой, просто сейчас ее зафигачит. И смотрите. И вот она, если стоила там 5 долларов, то теперь она будет 25 долларов стоить. Потому что она уже декоративная. А так она была гладкая, помазанная, будем говорить, кисточка. А теперь, смотрите, он сейчас закидает ее. Шубка такая будет. Там, говорит, тяга, да здесь такая тяга, что она вообще нахрен здесь тяга не нужна. Здесь такая дырка, чтобы просто огонь бы спокойно работать. Это просто пометить декор. То есть, если бы это был камин в помещении, то тяга бы играла. А вот эта шишавая, она просто покрасится красно-огненным цветом, оранжевым будет. И очень будет красиво смотреться. Вот такая, я потом покажу вам покраска. Вот смотрите. Вот эта уникальная штукатурка, которую можете применять везде. И красиво смотрится, быстро делается, мозгов не надо. И, смотрите, зато Толик весь уже грязный. И вот смотрите, какая красота. Вот он, спасибо Толику, что он не повленился снять вот это чудо-дымоход. Смотрите, какие капочки, какие пальчиками он сделал. Потом покрасочка будет. Здесь для печки прекрасно хватит и тяги, и вот эта штукатурка ни в коем случае не задержит этот дымоход. А теперь, посмотрите, дальше будет уникальный фильм. Я просто случайно, я вам покажу, что я в детстве был шарлатаном. Почему мне дают заказчики и платят деньги? Потому что я владею маятниковой диагностикой. И там гадаю на картах, и карты Таро, и духом вызываю. Ну, немножко вот это хочу вас поразвлечь. Вот смотрите, вот это мужик, вот эта баба занимается маятниковой диагностикой, гаданием там на чем-то. Вот я вот этой хренью владею. И, ну, к этому, правда, серьезно не отношусь. Ну, вот эта вся, есть, будем рамки, вот эта биолокация. Ну, как к этому относиться, я не знаю. Учителя у меня не было, но вот эта биолокация мне дано. А что она показывает, хрен его знает. Ну, я вам покажу вот так вот. Ну, те, будем говорить, кто хорошо меня знает. Ну, простят мне, мы вот эту небольшую такую... Послушайте, послушайте, если вот так вот, да. Да. Ага. Если вот так вот, нет. Я понял. Значит, думай, какой... Смотри, видишь? Да, говорит. Видишь, как это? Ага. Я ж не шарлатань. Я понял. Давай скажем... Я просто задумываю, как... Барбекю это хорошо сделаем мы здесь. Да. Смотри, что вытворяется. Да. Смотри, что вытворяется. Толик работает здесь хорошо, да или нет? Сука, стало. Отлично вообще. Нет, смотри, ты видишь, что говоришь там? Смотри. А я хорошо, что здесь нахожусь? Да. Это вообще... Да. Да или не, казай, да? Да. Смотри. Ну, видишь, что... Ну, я же не... Я хотел думать, что Толик это хорошо пропеллером пойдет. Смотри. Ну, сейчас давай думаем. То, что у тебя бизнес здесь, Сергей, это хорошо? Конечно. Смотри, видишь, да. Теперь давай, теперь мы подготовились, а теперь мы с тобой задаем вопросы по той земле. Давай только корректно задавай вопрос. Тебе надо иметь бизнес как... Ну, подумай, как задать правильно, потому что иначе два твоего ответа будет. Да. Ты за псу-куры. За псу-куры. У тебя псу-куры в Сукурах бизнес, хорошо? Да или нет? Ну, опять он скажет, конечно, так. Земля. Не, а он скажет, бизнес хорошо. Надо тебе брать землю в Сукурах. Смотри. Смотри, видишь, что делает? Смотри, что? Видишь, нет, говорит. А в Сергеевке земля это хорошо? По-любому, да. Вот видишь, он тебе говорит, да, хорошо. Сергей, опять вернусь, значит, он отвечает. А на автостраде, на мосту, надо ему землю брать? Вот, видишь? Смотри, что? А в Сукурах надо? Нет. Видишь, он тебе... Он тебе, ну, маятник говорит, не надо. Хочешь, узнаем, есть ли тебе порча, да, или нет? Есть. Есть. Смотри, видишь, он тебе крутиться в начинает, аж почетно. Смотри, что он говорит, порча. Даже хочешь, мы узнаем, кто на тебя ее навел. Смотри, что он вытворяет. Да ладно, земля круглая в Уберанхи и вернется. Смотри, что вы порча на тебя херачиваете. Да я знаю. Кума, что ли, на тебе одноводится? Смотри, что вы твораете. Видишь? Вот тебе стой, и падает. Ну, а вывезти. Как ее водку надо... Жизнь в Уберанхи и назад все вернется. Нет, он сказал, что можно себе порчить с ней. Что там, водку надо или шашлыки с этим... Ну, с колесником надо пугать. Поднимать внимание, на эти порчи, да и все.